Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Организовать стоянки, организовать уборку мусора, организовать пропускной режим. Чистый пляж или на автомобиле до самого моря – мнение за и против. Ситуация на Бугасской косе на контроле городских служб. Поступать во всем друг другу и любить друг друга. И проживу долго и счастливо. Награды за любовь и верность. Накануне Дня Петра и Февронии в Анапе чествовали семейные пары, отметившие рубиновую, золотую и даже изумрудную свадьбу. Очень хочу научиться играть в хоккей. Вместо шайбы – мяч, вместо коньков – ролики. В нашем городе открылась необычная хоккейная секция. Юрий Поляков потребовал от своих подчиненных максимально добросовестно исполнять свои обязанности. А представители санаторно-курортного комплекса и сферы услуг предельно бережно относятся к отдыхающим. От этого зависит имидж курорта и отношение туристов к нашему городу. В Анапе подвели итоги полугодия и первые трети летнего сезона. С начала года Анапа приняла более 770 тысяч отдыхающих. Об этом на специальном расширенном совещании сообщил заместитель главы города-курорта Эдуард Балмышев. По состоянию на 1 июля 2018 года турпоток на 4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прирост отдыхающих – 31 280 человек. Председатель Анапской региональной курортной ассоциации Вера Севрюкова считает, что в ближайшие дни нужно готовиться к серьезному наплыву отдыхающих. Среди предприятий санаторно-курортного комплекса есть те, что уже сегодня заполнены на 100%. И так будет не только июнь, это будет июль, август, в общем, только все еще начинается, все еще только впереди. Так будет сентябрь, так будет октябрь, ноябрь. Тех здравниц, которые позаботились о себе, которые вложили много денег в рекламу, которые потещали выставки, тратили на это свои собственные деньги, поездки, выступали с докладами и привлекли сюда людей. В этом сезоне Анапа заявила в единый бренд курорта – торговую марку. Юрий Поляков подчеркнул, что все собравшиеся, находясь в разных компаниях, работают фактически на одном предприятии. Уже поступают жалобы на качество услуг, обращение персонала. Каждый такой случай – удар по общему имиджу города-курорта. А то всем нравится ездить за границу, вот как за границей хорошо вылизывают там от туриста, да? А у нас еще там приезжают туристы, и все думают, что он им должен. И вообще надо как-то принять, а за правила. Там нету паспорта безопасности, там жалобы. Надо постараться очень и взять и закрыть кого-нибудь, правда, и на 90-х. Имеется в виду приостановка работы предприятия на три месяца. На контроле в городской администрации пять кафе, где громкая музыка звучит после 11 вечера, что недопустимо. На одной из них поступили 18 жалоб. Глава курорта поручил заняться вопросом вплотную с привлечением контролирующих органов. Я смысла не вижу, может, я что-то недопонимаю. Действительно, на музыку люди идут. Я сомневаюсь очень сильно, что при громкой музыке можно сидеть, общаться и разговаривать. По словам Веры Севрюковой, в этом году на пляжах гораздо меньше торговли, аттракционов и, следовательно, больше места. Инспекция по маломерным судам выявила пять точек, где оказывались услуги без соответствующих разрешений. Информацию передали в управление по борьбе с экономическими преступлениями полиции. Мобильные группы продолжат мониторить ситуацию на пляжах, выявлять места несанкционированной торговли. Юрий Поляков потребовал держать ситуацию под постоянным контролем. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Бугасская коса вновь стала поводом для споров. Многие задаются вопросом, справедливо ли действует запрет на въезд автомобилей на береговую полосу. Мы побывали на самом популярном пляже и узнали, что изменилось здесь после введения ограничений. Четыре аншлага с одинаковым содержанием встретит каждый, кто следует через Благовещенскую на Бугасскую косу. Предупреждают они об одном – проезда на косу нет. На подступах к самому популярному сегодня пляжу установлен шлагбаум и организован пропускной режим. Автомобилистам предлагают проехать на платную стоянку, либо оставить машину здесь. Антитеррористической комиссией Краснодарского края было принято решение о том, чтобы ограничить въезд автотранспорта в места, где люди осуществляют массовый отдых. Для этого было принято решение организовать стоянки, организовать уборку мусора, организовать пропускной режим. Сотрудники ЧО «Каскад» осуществляют допуск автомобилей, которые оплатили платную парковку. Въезд здесь бесплатный, а только парковка платная, которая специально оборудована для этого. Также охранники ЧО «Каскад» осуществляют контроль за парковками, смотрят, чтобы не было стихийных парковок, чтобы люди вели себя нормально, осуществляют еще также охрану общественного порядка. Второй шлагбаум установлен непосредственно перед пляжем. Он ограничивает въезд для любого транспорта, кроме спецтехники и автомобилей оперативных служб. Между первым и вторым шлагбаумами на арендованной частниками земли организованы стоянки. На частной территории Буасской Касы организовали парковочные стоянки, платные парковочные стоянки. Они являются охраняемыми, круглосуточные. На первой стоянке вместительность приблизительно около 100 машин. На второй стоянке, сейчас она расширяется, вы видели, будет в порядке 500-600 машин. Также по просьбе администрации здесь находится социальная стоянка. Также на платных стоянках организованы туалеты. На пляже установлены раздевалки, спасательные посты. Введенные ограничения вызывают массу споров. Немало таких, кто не понимает, почему они не могут заехать на песок как можно ближе к морю. Вот она, обратная сторона популярности. Сотни машин в самом сердце природоохранной зоны. Идеальное место для занятий спортом рискует вскоре растерять свои уникальные свойства. Люди уезжают и предстает печальное зрелище. Песок в перемешку с отходами жизнедеятельности человека, закопанные мешки с мусором, раскатанные автомобильными колесами барханы. Вывоз мусора сегодня взяли на себя частники. В общем, в неделю у нас вывозится около 150 кубометров мусора. У нас имеются работники, волонтеры, убирающие ежедневно, вручную собирается мусор. Вывозится с помощью техники тракторов. Без автомобильного нашествия пляж Бугасской косы выглядит вот так. Чистый берег, лазурное море и довольные отдыхающие. Кстати, тех, кто положительно оценивает происходящие перемены, тоже немало. И на множество недовольных комментариев в сети всегда найдется вот такой. Насколько у нас дикие люди загадили весь берег своими машинами? Кругом машины уже невозможно смотреть на весь этот бардак. Пляжи – это песок и море, и никаких машин и пивнушек. Что стало поводом для многочисленных жалоб? Отдыхающих вводят в заблуждение пост охраны, установленный перед спуском на косу. Глава курорта поручил навести порядок на территории и освободить путь. Выбор – платить за охраняемую парковку или бросить машину на любом свободном месте за автомобилистами. Одно остается неизменным – на сам пляж въезда нет. Ситуация на Бугасской косе остается на контроле городских служб. В Анапе накануне Дня Петра и Феврони чествовали семейные пары. Городские творческие коллективы поздравили с праздником красочным выступлением. А любящие сердца, прожившие в браке более 50 лет, получили памятные грамоты и подарки от Совета анапских депутатов. Вениамин и Валентина Яушева прожили вместе 55 лет. Все радости и невзгоды супруги разделяют поровну. У них двое детей и двое внуков. Вместе работали на заводе, там и познакомились. Служебный роман перерос в счастливый брак. В этом году они отмечают изумрудную свадьбу. Говорят, что у них есть своя формула счастья. И уважение к другу, поступать во всем друг к другу, и любить друг друга, и проживут долго и счастливо. День семьи, любви и верности был закреплен законодательно 10 лет назад. Главный символ этого праздника – ромашка. Она олицетворяет чистоту и нежность. Юные рукодельники сделали эти цветы своими руками и вручили родителям. А депутатского корпуса – отдельные подарки. Хочу поздравить жителей нашего округа с 8 июля. Это праздник для любви, семьи и верности. Пожелать им долгих лет жизни. У нас есть пять пар юбиляров, которые прожили в совместном браке 40, 45, 50, 55 лет. Это основа, я скажу, нашего жизненного пути. Найти вторую свою половину, создать семью, чтобы появились дети, воспитывать. И, конечно же, это главное, я скажу, в нашей жизни. В Анапе есть несколько семейных клубов, члены которых неоднократно занимали призовые места в муниципальных и краевых конкурсах. Вскоре откроется еще один на улице Маяковского. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа-регион. Поезд творческих идей прибыл в Анапу. Ежегодный педагогический форум для учителей, преподающих основы православной культуры, прошел в городе-курорте в десятый раз. Более 250 педагогов со всей Новороссийской епархии поделили своим опытом работы с коллегами и обсудили новые методики обучения. Оксана Егорушкина преподает основы православия в школе уже второй год. До этого учила детей при церкви. У нее самой трое детей. Как никто другой, как говорят ее коллеги, она может подобрать ключик к каждому воспитаннику. С младшей дочерью я поняла, насколько важно с детства не упустить вот эти вот ростки духовности, не дать им зачахнуть. И мы начинаем уже задумываться, с кем нам быть в старости. Слишком поздно, надо это делать намного раньше. Сейчас основы православной культуры вводят в школах как обязательный предмет. Анапа стала заключительной остановкой поезда творческих идей. За неделю форум прошел во всех епархиях Кубанской метрополии. Поэтому изучение основ православной культуры для нас крайне необходимо, чтобы люди знали, как обращаться со своей верой, как к ней прибегать, как прибегать к Богу, необходимых жизненных ситуациях. И что необходимо, конечно, делать в жизни православному человеку. Также учителя смогли приобрести книги и пособия по изучению православной культуры. Как говорят сами педагоги, вся литература станет отличным подспорьем в проведении занятий. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В Анапе начала работу необычная спортивная секция. Хоккей на роликах – это новый вид спорта, который набирает популярность в России у спортсменов всех возрастов. Он практически не отличается от обычного. Учитывая курортную специфику Анапы, это может стать прекрасной альтернативой хоккею на льду. Никита Несынов приехал в Анапу с Иркутской области. Заядлый любитель хоккея на льду, учитывая специфику курорта, решил переквалифицироваться. Принял решение открыть бесплатную секцию по хоккею с мячом. Вместо льда – площадка с твердым покрытием, вместо коньков – ролики. В первую очередь занимаюсь я для того, чтобы молодежь увидела этот вид спорта, обратила внимание, присоединилась. Кто-то бросит сигарету, кто-то перестанет выпивать. Также и со взрослыми тоже подходят, спрашивают, хотят присоединиться. И это приятно, и это доставляет удовольствие морально. И мы продолжаем двигаться вперед. Хотим, чтобы больше людей присоединилось к нам, к этому виду спорта. Правила в игре практически те же, что и в хоккее на льду. Обязательные условия – ролики, клюшка и защита. На коленнике и на локотнике. Играют не шайбой, а небольшим мячом. Григорий Статопулос – новый член команды. Пока только наблюдает за игрой. Завтра планирует начать полноценные тренировки. Возвращался домой и увидел объявление о наборе. Очень хочу научиться играть в хоккей. И ожидаю, что через полтора где-то года уже профессионально буду владеть этим. Дмитрий Клюков приехал из Мурманской области. Там играл в местной команде. С любимым видом спорта решил не расставаться и после переезда в Анапу. Наткнулся в группе ВКонтакте на Никитина размещение. Зазвонились, писались, заказал ролики. Приехали ролики. Купил перчатки, щитки. Но это уже после того, что когда попадает клюшка по открытым частям тела, значит есть необходимость приобрести. Если нет желания приобретать, значит будет больно. Сейчас секцией занимаются 10 человек. Несмотря на разный возраст, это уже достаточно сплоченная команда. Уже в эти выходные хоккеисты поедут на товарищеский матч в Тимрюк. Занятия и тренировки проходят бесплатно на спортивной площадке по адресу переулок подстанции 1. Руслан Душевский, Анапа. Внимание, экстренное предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сегодня до конца дня, а также в течение следующих суток, ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. На малых реках, бассейна реки Кубань, юго-восточной территории края, ожидаются резкие подъемы уровня воды. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает «Будь осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций». Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова